добрый день дорогие друзья мы находимся в лас-вегасе сегодня 31 января 2014 год это любимая пятница и как видите вот эта машина приезжает и убирает мусор с голубыми крышечками ящички да сейчас он опустит то есть это существует два типа вот этих мусорных баков черные складывается весь основной мусор в синий складывается мусор который можно переработать и они ну вот пластик бумага то что можно опять как ну тут называется recycle то есть пустить в обиход в черном баке мусор отводится за за город и есть специальные ямы и туда вываливается и закапываются эти ямы но в синяя но перерабатывается они опять используют это эти бутылки бумагу и так далее по-разному вообще приезжают забирают мусор есть когда забирают два раза в неделю у кого-то а у нас перешли раз в неделю в пятницу вот получается два две машины приезжают в разное время одна приезжает рано утром забирает основной мусор и вторая приезжает вот это забирает синие баки ну мне кажется на большую платим мы раз в три месяца получается примерно 40 долларов получается раз в три месяца мы оплачиваем услугу и в основном люди вывозят баки в четверг вечером чтобы не забыть утром вывести потому что нет определенного времени во сколько забирают мусор поэтому легче вывозить и оставлять и потом завозят ну это очень оригинально на украине допустим мусор вывозят рано-рано утром каждый день и все бегут с домов отовсюду и вываливают в общей баки ну так же есть конечно для пластика сейчас отдельные корзины стоят но это ужасно неудобно летом жару это мусор пахнет и многие даже животные прибегают и лазят по этим мусорным баком это ужасно неприятно живет в квартирах у них можно будет отдельное видео сделать заехать показать у них такого же типа как на украине у них есть общие баки куда они выносят но это они живут ну там получается квартиры это двухэтажные такие здания вот и им приходится конечно выносить вот как на украине там у них есть несколько стоит общих баков куда тоже также разделяется мусор общий мусор можно туда кидать все что угодно а в синий бак ложится бутылки стекло там все что можно переработать обычно вот там есть наклейка можешь показать наш бак там есть на синей крышке наклейкой и напоминание что можно ложить в этот бак поэтому никто обычно никто не забывать и перерабатывают вот очень удобно чистота и порядок мы мы раз в месяц спрыскиваем водой эти баки моем и поэтому запаха никакого нету все чистенько аккуратненько и без проблем всяких напрягов и на улице везде где бы ты не шел не прогуливался пешком допустим пройти до парка животных тоже или просто по микро напротив ни одной мусоренки вы не увидите очень ухоженные дворики новые всех дома в этих микрорайонах дома в основном на 2 есть даже на три этажа но дома комфортные удобные благоустроенные большие комнаты на два-три гаража даже из дома есть дома из бассейнами то здесь все в америке здесь конечно делается для людей для человека для удобства для у него просто жизнь а ну вот некоторые думают что они живут на самом деле на украине очень много людей просто существует в америке вот все сделано для людей действительно жизнь они какое-то существование пытаться надо что-то на это когда способится а тут все уже готовенько и все нормально сделано по правилам и все как бы следует этим правилам никто не просит мусор где попала даже вот идешь по дороге никто не плюет никакие жвачки не выкидывает потому что все уважают первую очередь себя потому что понимают что опять придутся по этой дороге не будет никаких жвачек и никакого мусора если они не мусорят поэтому сейчас машина подъедет к тем соседним домам которые напротив или будет забирать вот она уже подъехала вот видно и его до забирают перерабатывать синий там есть внутри машины трамбуются мусор то есть пресс присутствует они скидывают и постепенно присутствует чтобы как можно больше поместилось раньше заставляли перебирать ну давали три разных ящичков для бутылок для бумаги там и помо для стекла отдельно а сейчас сделали более удобно то что можно кидать все в одно и потом они перебирают сами как-то там уже я точно не знаю как они перебирают вручную или потом у них там целые заводы да ну вот машинка уехала с этого микрорайончик а где кстати по заезд туда строго до по кодам да но у нас закрытая называется гейт комьюнити вот наш этот маленький райончик он обгорожен забором и въезд только можно нажать код по звонку поэтому так просто не попали сегодня чудесная пятница пятница разратница но есть такое дал слон такой русский есть на сегодня хорошая погода и наконец-то вчера было ветрено вчера просто ну конечно теплый ветер не холодный потому что у нас есть находится в горах и вот сегодня мы видим голубое небо ну и конечно солнце появляется тепло и жара опять настает дорогие друзья приглашаю вас на свой канал это интересно youtube.com мила гурзу подписывайтесь дорогие друзья я жду вас и ставьте плюсики